В центре внимания сотрудников, поднятые капоты автомобилей, идут регистрационные действия. Областному ГАИ пришлось изрядно подвинуться. Теперь здесь два в одном. И управление, и РЭО. Сюда они вынуждены переехали с 27 февраля. Глава полиции Саратова объясняет текущую расстановку сил. С момента переезда, что нам и сделано уже, вот при входе окна обмена выдачи водительских удостоверений. Здесь холл, где ожидания ожидают граждане. За день сюда приходят до 300 человек. Некогда просторные коридоры теперь в перегородках и мини-кабинетах. Здесь получают и меняют права. Я первый раз здесь. Когда его? Процедура, вот как-то на процедуре на это оказывается, с подачей зарядки. Ну, вот слабое время было, я пришел, нормально. Сюда же теперь переехали и учебные классы для сдачи теоретической части экзамена на права. Как говорит начальник РЭО, с конца февраля через этот пункт на Соколовогорске уже прошло более 3000 человек по разным вопросам. Чтобы снизить наплыв, пришлось увеличить рабочий день сотрудников до 8 вечера и без выходных. Наплыв граждан был действительно, но это связано исключительно с тем, что мы переезжали. Вот эти два дня, которые мы переезжали, соответственно, у нас скопилось какое-то определенное количество заявителей. Но ситуацию мы на сегодняшний день эту поправили и разъясняли людям о необходимости, куда им необходимо обращаться. У проблемы с поиском здания для РЭО федеральные корни с 2017 года органы внутренних дел не имеют права заключать договоры с владельцами коммерческой недвижимости для размещения своих подразделений. В Саратове теперь только два филиала. Один здесь, другой на Московском шоссе. А необходимость в регистрационных действиях все возрастает. За два месяца увеличилось количество граждан, которые регистрировали транспортные средства на 15%, на 8% увеличилось количество граждан, которые получали права водительских удостоверений или замену водительских удостоверений. Это говорит о том, что все-таки автопарк города увеличивается. В настоящее время 359 тысяч транспортных средств зарегистрировано только по территории города Саратов. На протяжении двух лет начальник саратовской полиции вел переписку с городской властью, где просил о выделении помещения для нужды РЭО ГИБДД. Однако во всех ответах использован принцип работы с текстовым файлом на компьютере. Копировать, вставить. Одну и ту же формулировку, что подобных объектов не имеется. При городской думе даже работала специальная комиссия во главе с депутатом Александром Нинкловичем. По идее, муниципалитет должен предоставлять помещение. Но наличие у муниципалитета данных помещений – это очень серьезная проблема. Почему? Потому что их фактически нет. Либо они есть, но они находятся в состоянии, скажем так, неприглядном. Денежные средства выделить управление внутренним делом не может, поскольку они у них не в собственности. Город отремонтировать под УВД тоже не может, через тем, что это федеральная структура. Направлялось обращение в адрес губернатора. В итоге территориальным управлением Росимущества было предложено здание бывшего колледжа на улице Антонова, 12В. Судя по имеющимся у нас фотографиям и информации, состояние там плачевное, а на ремонт требуется порядка 200 миллионов рублей. Поэтому пока регистрировать автомобили приходится в тесноте, но водители не особо в обиде. Записалась через госуслуги, приехала, все по очереди, получила номера. Прям быстро все? Да, быстро. Возможно, скоро у Рео появится и третий филиал, но он будет далеко от города. Географически на саратовской стороне моста у Престанного. Там бывшее помещение КПГИ. Буквально 16 марта арбитражный суд пересмотрел. Значит, помещение не было оформлено, зарегистрировано. В настоящее время 16 марта арбитражный суд вынес решение по определению собственности Российской Федерации данное помещение. После вступления решения суда в законную силу в дальнейшем будут приняты меры по оформлению контрольного пропускного пункта и проведению в нем ремонта. Судя по карте, здесь уже есть место под смотровую площадку. Из плюсов будут оформлять грузовой транспорт, и это разгрузит Саратов. С другой стороны, минус тем, кто едет из областного центра, чтобы вернуться назад в город, придется заезжать на Энгельскую сторону до развязки, а потом уже ехать обратно. Субтитры создавал DimaTorzok